здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко летняя пора время отдыха кто-то уезжает кто-то планирует уехать кто-то остается в городском округе люберцы продолжает свою работу но всегда есть возможность отдохнуть отдохнуть можно с особым удовольствием если вы посетите музейно-выставочный комплекс который имеет место быть в городском округе люберцы а имеет место быть выставки и имеет место быть картинная галерея вот сегодня у нас здесь в студии заведующая картинной галереи анна яхира и художник галя ворнова здравствуйте я так понимаю что летом художники обычно как они на набираются впечатлений или активно работают г или художники всегда активно работают вы знаете да нет не всегда мы конечно тоже люди нам тоже хочется отдохнуть но если у нас наметилась какая-то выставка плановая мы конечно мне каждый детство понятно потому потому что одно дело написать работу приготовить сделать ее воплотить в жизнь а другое дело посмотреть как на него отреагирует правда это важно это очень важно и я считаю очень важно говорить со зрителями и на мой взгляд очень важно что выставки были не скучными мы об этом безусловно поговорим тем более ведь у нас как бы как руководство картинной галереи и творческий чек здесь присутствует хотя оба наших обе гости они безусловно творческие люди на каждый подходит со своим так скажем взглядом для того чтобы вам уважаемые зрителям донести эту информацию что во-первых выставки летом продолжаются конечно они продолжают так ну давайте об этом и поговорим для нас практически нет отдыха поэтому подготовили для людей которые не смогли по каким-то причинам до или пока еще не наступил их отдых подготовили очень много интересных выставок это как и современное искусство непосредственно выставка диалоги и подробнее поговорим а также из современного это выставка стаса и терехина то что я есть это абстракция потрясающе молодой художник советую всем увидеть для оценителей классики и мирового искусства мы презентовали новое полотно из своей коллекции достали а это клевер закат в лесу я всех приглашаю это удивительное полотно из выставка одной картины до потрясающее полотно могут поменяли и конечно она завораживает также представлена новое полотно владимир николаевич засыпкин это наш с вами до коллега большой друг до вот новое полотно не меньше чем кутузов уже посвящено другому великому человеку нашему с вами это невский и выставка называется лед и пламя мы проводим сейчас в летний период лекции сам владимир николаевич рассказывает показывает может даже научить но и конечно для оценителей позаниматься в культурном так сказать не только увидеть но и почувствовать мы приглашаем на йогу необычную йогу до культурная йога это что-то новое и восхищает особенно мы приглашаем людей серебряного возраста клуба активное долголетие сейчас мы как тем договорить вернемся во второй части мы очень подробно поговорим о выставке один из авторов этой выставки работа которую тоже сможете увидеть присутствует здесь на студии это галя ворнова выставка называется диалоги от мы уделим специальное внимание а сейчас такие глобальные вопросы гай скажите пожалуйста вот как приставы сегодня у нас за художник отвечает за чем за всех за всех кто были есть и будут вот такой очень важный момент когда человек но в стол пишет да например либо писатель либо поэт либо тот же художник но не готовы еще свою работу представить вот когда вы понимаете что я готова эту работу публично представить ну представить свою работу публично это вообще достаточно тяжело потому что это такое я бы сказал даже откровение и как-то при художник как человек он просто при при открывается для всех когда готовы представить ну наверно тогда когда концепция общей концепции выставки соответствует за моему замыслу понятного под выставку как бы это ну у меня вы понимаете я работаю в разных жанрах например вот на предыдущей выставке да вам портреты были сейчас все-таки она такая современная живопись я считаю вот я думаю что вот эти работы туда очень хорошо вписались все за это в концепции выставки но я недавно читал историю биографии нестерова которую все читали в свое время особенно в советское время что он портретист такое то есть заказывали ему портреты самые разные там ута шмидт и так далее такие известные а потом выяснилось что у него тогда в запасниках лежали религиозные картины самые известные да и которые совершенно по-иному могут показать художника но наверное как то быть у художника должно быть несколько направлений если мы увидим выставку пикассо или пикассо где начиная от носов там или за и заканчивая абсолютно фотографическим изображением опять же портрет супруги ты понимаешь что как хочу так и врачу и наверное те ощущения которые есть у художника это ваше внутреннее но внешне же тоже на вас влияет каким-то образом ну конечно внешне вообще на всех влияет внешне наша жизнь до наше переживание то что мы видим то что мы чувствуем собственно говоря творческие люди они наверное острее чувствуют ситуацию и людей то что мы чувствуем то мы собственно говоря и хотим передать зрителям и поэтому и выставку назвали диалоги то есть это разговор это разговор да поэтому через холст через наши да через наши картины поэтому мы и разговариваем с юными художниками вот я проводил как раз мастер-класс но это не стоит не столько мастер-класс это наверно да и экскурс по нашей выставке мы говорили про картину ну зайцы дети просто чудесные ну просто для я получила массу удовольствий так узнаете почему мне кажется что у детей же еще не стоит вот этот вот как потом у взрослых там есть начинает разбивать все виды искусства то можно считать по моему до 100 а то и 200 направлений разных я уже такая классика там да или я не знаю там сюрреализм или еще что-то где-то кого-то пришить за уши туда а ногами удачи в том находятся похоже ты вот на дети вот он захотел нарисовал такую как ему кажется рожу ему кажется что он идеальный портрет нарисовал а мы смотрим божьим как-то получился человечек да так поэтому очень непосредственное восприятие мне кажется что у них это вот нет этого ну и наверно не боятся и наверно хорошие художник хорошие не в плане там мастерства а в плане то чем говорю восприятие да вот он чем больше остается таким немножечко ребенком тема позволяет больше и до четче чувствовать вот этот мир а она скажите пожалуйста что сегодня можно сказать о людях которые приходят галерею в прошлый раз говорили уже прошел какой-то период что-то изменилось тем более пандемия вроде как у нас но по крайней мере в том виде в котором была исчезла пошел народ смотреть искусство да но учитывая что мы сейчас разнообразили да и не только современное и не только классику мы сейчас привели а цифровое искусство но не то как мы с вами представляем чисто да там на графику сделать или еще что-то вот сейчас представлен татьяна кузнецова она смогла воплотить свои полотна цифровое искусство мифическое волшебное да а с философии другого художника у них и выставка называется артефакты размышлений сейчас большим количеством идут дети вместе с ними идут молодые родители это очень приятно как мы говорим продвинутые да да и родители слава богу не начинают заставлять детей вот посмотреть туда ты увидишь это нет да 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 пусть сам что ты вот сегодня у нас долги был диалог с ребенком он был восхищен но он любит вот геометрию просты вот это его заинтересовались такой зор третий кувки где можно геометрию посмотрел от сады году есть да такие то есть на любой вкус очень приятно что идет большое количество молодежи в принципе на это мы и рассчитываем прививать любовь к искусству к разным а именно вообще к искусству в целом культуре именно с малых лет потому что потом это показатель в принципе человека или общество вы знаете со студентами когда мы обсуждаем так какие-то видеоработы и так далее например одни студенты делают другие обсуждают вот я всегда говорю сделали молчите да давайте спросим у остальных что они видят и начинается обсуждение иногда бывает что авторы говорят даже не предполагали что мы такой гениальный шедевр вот особенно когда я даже не говорю одну на своем о классическом искусстве таком очень точном повторение некоего ну человеческого образа и так далее это отдельная история но вот я помню что когда приходишь какой-нибудь биеннале как это у нас сейчас назвать кто что непонятно называется биеннале вот и вот стоят люди и смотрят и возникает вопрос а нужно ли всегда задавать вопрос что я вижу что я понимаю или заставлять себя не прочитав название проекта или картины самому себе придумать то что человек видит всегда нужно спрашивать что это но вы знаете мне кажется это зависит вообще от человека любит ли он вообще спрашивать до интересуется ли или он любит сам для себя решить что это современное искусство там ведь которому сейчас мне кажется она развивается она неразрывно просто связано с текстом надо прежде чем вы пойдете на таскать биеннале все-таки должны на почитать и про художника и привод и все что он хотел сказать вот то что люди все разные вот я например когда вела вот эти вот экскурсии да было три экскурсии и все говорили о разном про одну и ту же картину это здорово да вот то о чем мы говорим либо включать свою фантазию стоит фантазировать либо кто-то спрашивает а что вы имели в виду например там есть кафе да просто стулья кто-то видит просто стулья кто-то видит историю мне кажется кто-то сидел на этих стульях кто-то или кто-то придет а может уже ушла может ушла может не придет никогда узнает и дети рассказывают совершенно разные истории про эти стулья поэтому не знаю мне кажется сейчас такое время что человек может выражать себя как угодно не оглядываясь ни на чьё мнение ну то есть правильно понимаю вы не переживаете если вдруг вашу картину воспримут совершенно иначе совсем с другой стороны даже интерес вот я к этому и веду у нас остается минута до перерыва после чего мы приступим уже к разговору о выставке диалоги on что еще скажете картинной галерее чем в итоге лето то закончится и к тому осень впереди это еще не заканчивается только начинали у нас новые выставки тут возможность уже увидеть творчеством молодых по выдающихся который только начинает свой путь художник это конечно дипломная работа студентов это наш проект люберецкий именно здесь мы его создали время художник мы приглашаем всех присоединиться к нам в соцсетях где вы можете увидеть как раз всю информацию проголосовать то можно будет за что конечно обязательно там вся информация по бесплатным концертам выставкам мероприятиям экскурсиям лекциям 26 в преддверии дня молодежи и школьники и студенты мы также делаем бесплатный день впереди еще весь год ну хорошо мы об этом еще поговорим тогда готовьтесь во второй части ближе к финалу расскажем еще о планах сейчас сделаем небольшую паузу а потом поговорим о выставке диалоги напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пименко сегодня говорим о картины галереи музейно-выставочного комплекса городского круга люберцы более заведующие прямо здесь у нас в студии анна ехира и художник галя воронова и вот сейчас во второй части более подробно говорим о соединении значит выставочного пространства и собственно говоря то для чего это пространство создана для возможности художника ну высказаться как-то выразить себя перед теми кто придет на эту выставку речь у нас пойдет о проекте который называется диалоги название которым уже чуть-чуть проанонсировали диалоги так понимаю участников проекта через свои работы с теми кто придет на эту выставку начнем мы с анны скажите как пришла идея этой выставке очень легко и просто на самом деле мы всегда открыты когда нам приходят люди и заявляют о том что анна юрьевна я бы хотел провести у вас выставку как мы ранее с вами обсуждали да проходит некие бюрократические моменты ну вот ко мне пришли девушки заявили о себе но когда я узнала их историю то я не смогла им отказать эту историю тоже узнаем сейчас это очень уникально дело в том что да а мы все когда кто мечтаем кем-то стать так и очень часто популярно это стать художником но не все воплощают галерея обычно всегда предоставляет возможность детям реализоваться и профессиональным художником дают на тот пространство до 10 прекрасных дам разного возраста от 20 до 70 смогли реализовать себя из на кем она они уже стали на кого выучились реализовать себя профессионально это меня заинтересовало как это вот эта история ну давайте мы эту историю подключаем тем более что судьба уготовила нам такую встречу 1 из художниц сейчас это вот тоже художник художницы чтобы никто не обижался одна из дам как вы сказали присутствовать здесь вот меня в руках этот проспект и где собственно говоря все участницы перечислены и галя ворнова тоже находится здесь галину расскажите как это вот объединились почему мужчин то нет так случайно мы собственно говоря объединились не сразу не все то есть нас достаточно большой творческий путь но основной конечно человек вокруг кого мы все объединились это альтман ли евгеньевна и арт-студия это значит и про замечательный человек хотелось бы не сказать несколько слов она наш гуру наш любимый художник путеводная звезда удивительность она даже не столько пути вот она в нас воспитывает вкус что то есть она создает атмосферу так которая позволяет рада мы ходим на выставки мы разговариваем об искусстве мы творим сами замечательную нас такая вот сложилась арт-студия и я так понимаю что те десять участниц которые они приходили к нам вернее каком сказать в разное время разные люди кто-то пришел кто-то ушел в итоге вот мы остались сейчас костяк такой вот 10 человек нас и что объединяет этих людей потому что вот открывая ваш каталог да я вижу здесь где-то но чтобы есть ощущение какого-то общего такого дыхания да а есть работы которые немножко кажутся другом направлении но что-то же вас должно объединять или это некий такой подход просто вот есть такой вариант есть такой а есть еще и вот такой вариант вы знаете мне кажется нас могу сказать у нас вот прям так что-то объединяет мы каждый самобытный художник а вот вот в данном случае нас объединил вот эта выставка но мы каждый работаем в своем направлении и каждый по-своему ищет себя в творчестве вот я сейчас покажу если вы позволите мы можем сюда показать вот работы которые представлены в этом каталоге потому что как вы понимаете любая уважающая себя выставка выпускает не просто каталог а он очень хорошо оформлен и дает возможность понимания хотя бы частично до каждом участнике и вот здесь прямо написано арт-студия ли альтман люберецкая картинная галерея городской круг люберцы июнь 2022 года то есть это уже навсегда наверху рукописи как известно не горят вот и работы я сразу же увидел и сказал ну а так как художник не обижается обычно нам говорю мебель а потом когда мы вот начали разговаривать что опять же когда даже чек приходит в магазин и подбирает себе самую простую элементарную вещь он же думает об удобстве о каком-то уюте о том где это будет стоять что это будет например там в кабинете или в спальне или на кухне а на кухне тоже хочется чтобы было уютно это начинает появляется образ и так далее но здесь еще на мой взгляд есть такая четкая геометричность много черного коричневого цвета но это же насколько я помню для художника цвет это же вообще целая поэзия там вот копаться в этих возможных сочетаниях кто-то отрицает такой цвет кто-то значит пытается добиться своего собственного цвета которого нет ни у кого да и вот если бы у вас просили даже название такое явное присутствие тайное присутствие а вот а и просто кафе вот вот скажите пожалуйста понятно что художник может договорились каждый воспринимает как угодно вашим диалоги и что зашифрованную если говорит конкретно об этих картинах потому что там еще есть если вы придете на выставку вы увидите что показали что касается этих трех картин вот когда с детьми разговаривал с удовольствием школы по поводу вот этих двух до тайны явно присутствия несколько что это наши страхи мы боимся в одной комнате там когда темно и вдруг там кто-то сидит где-то там гардеробе или под столом это горд это наши страхи а явным присутствием но это тоже бывает так это это тоже такая метафора я даже сказал это мышь или не мышь что то есть она дошли мы или что-то такое это не очень приятно и вот она пришла где-то там наелась пришла и села вот у вас посредине и ничего с этим сделать не можете так и с людьми бывает придет вот сядет и ты не знаешь что с ним делать уже пора бы и маунте сидели сестры не выгодишь потом это метафоры такие вот картин а вот это кафе это это наши это как эта вспышка знаете все у всех это было вот такое кафе то ли он уже пришел то ли что-то поймете все все обращать внимание на эту картину каждый свое что-то рисует ну да просто это поймали тот момент когда любой может оказаться просто вот я обратил внимание что ну хорошо сейчас мы потом она мы не потеряем скажите вот мы сейчас общаемся с художником да а люди же придут будет возможность пообщаться с кем-то из участника выставки до данной выставке конечно мы сразу созваниваемся принимаем предварительные заявки и в принципе именно с этой выставки и с владимир николаевич началось наша вы уж простите но мы взяли также название диалоги и сентября месяца у нас пойдет некий проект лекций а так как выставок у нас будет колоссальное множество а несколько раз в месяц будут приезжать сами художники у кого персональному кого в союзе и рассказывать людям что они хотели сказать чтобы не как вот помните в школе когда договорились что автор хотел в этом стихе и что-то там учителя не неважно что не это а тут сам автор расскажет но вы кажет и это действительно очень интересный когда диалог между автором и человеком который пришел на него посмотреть но мне кажется что иногда автор даже не знает что он хочет сказать бывает бывает очень тяжело получит иногда у исполнителей композиторов певцов спрос спрашиваешь а вот вы когда эту песню делали ну скажем до периода популярности когда уже на на конъюнктур к все-таки иногда ему некоторых начинает работать и спрашиваешь вам все важно вот что что вы исполнили почему как да нет как бы один известный музыкант у меня спросили про то как он написал известную песню журналист приготовился слушать длинную историю каких-то тяжелых долгих разговоров мысли там но ты запинга это и за 15 минут написал причем и текст и музыку все за 15 минут поэтому она бывает по-разному но сама идея когда вот это небольшой таинство приоткрывается да вот если бы сейчас был наш замечательный автор монны лизы да сколько вопросов у него было но я боюсь что он бы не успел даже ответить за него бы все сказали а галь вернемся к вашим работам вот я смотрю что по крайней мере то что представлена в этом сборнике я явно у вас отсутствует красный цвет отсутствует зеленый цвет это какая-то принципиальная позиция или тут просто это просто эти вещи были сделаны в разные времена а с не в один год там написано когда у меня на выставке есть и другие картины вот в венеции я была кто венец пишет все она никого не оставляет равнодушным ну я конечно тоже написала у меня там есть абстракция карнавал венецианский там там караван венеции это вот их гондолы то есть нельзя по трем картинам который представлен в каталог это понятно судить о том что мы художник на такие же люди как и всех понятный стилом и смеется опять же я же о чем и говорю что когда вот там персональная выставка ныне живущих авторов или известных автор когда со всего мира приводит иногда но опять же ты я почему-то коснул вспоминать то что там еще то что мы по дереву там за совершенно какие-то очень да вот или прям ну такая не просто абстракция а вот хоть ну вот ходишь и уже полностью тоже расслабиться еще нужно же в тебя что-то вошло да нет и все-таки тебе кто-то рядом говорит но это же скрипка так это же скрипка как же сразу поэтому безусловно но в этом-то и прелесть что еще помимо галле здесь огромное количество разных подходов почему огромное что 10 человек это 10 садеб это 10 историй это 10 диалогов а каждый диалог но давайте покажем какие-то некогда вот это у нас юлины сис это гобелен прекрасное что гобелен очень красивый все на него все зрители кто приходил все обращали внимание у нее также работы были из кофейных вот они капсул это ультрасовременные работы тоже они большие к сожалению только одна у нас была здесь представлена в общем давайте так сделаем потому что хорошего мало не бывает для того чтобы было много мы приглашаем еще раз а не скажите когда у нас как приглашаем каждый день понедельник со вторника чем завершится летний сезон совсем мало времени у нас летний сезон на завершится двумя потрясающими выставками но и мы начинаем со дня города новые выставки новые проекты то есть еще пригласим вас в гости ближе к осени расскажите ну что мне остается поблагодарить участников нашей сегодняшней встречи особенно приятно когда приходят авторы то есть художник данном случае а галя ворнова которая ждет до своих зрителей и те кто будут радоваться и те кто будет сомневаться может быть критиковать и хвалить так уж устроена наша история и аня ехира уж извините что вас так неофициально хотя она юрьевна заведующая картиной галереи музейно-выставочного комплекса городского круга люберцы открытые наши гости с радостью приглашают вас поучаствовать в очень простом процессе поглощение искусства приходите смотрите ну а программа открытый диалог завершена с вами был николай пивненко до свидания и 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 Продолжение следует...